Привет! Сегодня поиграем в одну замечательную игру, и теперь я на 100% уверена, что это замечательная игра. Это игра моего детства, когда у нас был ещё первый компьютер. Я в неё очень много залипала, много раз проходила, но, если честно, я не особо помню сюжет. Ну и начнём. Вы надолго в Египет? Через два дня улетаю. Я была на симпозиуме по археологии. Осталось немного свободного времени, вот и решила пройтись по музеям. Этот музей особенный. По легенде, раз в 10 лет отсюда пропадают молодые туристки. Вы шутите? О таких вещах не шутят. И это случалось прямо при вас? Нет, я аспирант, и работаю тут всего лишь два месяца. Кстати, меня зовут Тед. Очень приятно. Аннабель. Аннабель? Какое совпадение. Полише совпадение. Несколько экспонатов нашего музея посвящены принцессе из династии Амананхотепа. Её звали Аннабель. Странное имя для древнеегипетской принцессы. Кажется, её назвали в честь прабабки. Дочери одного из южных царей, чья страна была захвачена египтянами. Кстати, сохранился камень с изображением Аннабель. Он где-то в этом зале. Только я ещё не запомнил, где точно. Вы заинтересовали меня. Давайте найдём этот камень. Игра состоит из поиска предметов, насколько я помню. Так, что мы можем только искать, получается. Ну, вот. Какой жестикулирует. Эта любовь была взаимной. Но их счастью помешал жрец Амиртех, который в ту пору фактически правил Египтом. Он хотел сделать принцессу своей женой, чтобы стать полноправным фараоном. Коварный жрец обманом заманил принца в отдалённый храм и там принёс его в жертву своему зловещему богу Сету. Несчастная Аннабель, чтобы не достаться жрецу, воспользовалась древним заклинанием, превратившим её тело в камень, а душу во множество бабочек, разлетевшихся по всему Египту. Какой грустный конец. Кстати, в нашем музее есть ещё один артефакт, имеющий отношение к этой истории. Это амулет жреца Амиртеха, который по преданиям являлся источником его магической силы. А можно на него взглянуть? Конечно, можно. Странно, он лежал вот тут, под стеклом. Куда он мог деться? Наверное, его просто переложили в другое место. Хотите, я помогу вам его отыскать? Только будьте очень аккуратны и не прикасайтесь к экспонатам. Здесь каждый предмет либо проклят, либо вот-вот развалится. Вы меня пугаете. Я всего лишь предостерегаю вас, Аннабель. Вот она. Да. Не, ну... Ладно. Открывается невероятный портал. Фу, спецэффекты. Ладно, не буду расковаривать. Смотрите фильм. Сори, что без вебки. Просто я сейчас немного поменяла программу, которую я снимаю. Теперь я снимаю в ОБС. А тут нет возможности подключиться напрямую к камере. Ну, или, по крайней мере, я не знаю, как это сделать. Всё. Мы перенеслись в прошлое. Если кто не понял. Будто неаккуратно, но... Пссс... Неважно. Старый фараон совсем выжил из ума. К счастью, он во всём слушается меня, и Египет полностью в моей власти. А когда ты станешь моей женой, я стану следующим фараоном. Я никогда не буду твоей, Эмиртех. Я скорее брошусь в Нил. Но почему? Я ведь люблю тебя не меньше, чем этот безмозглый мальчишка, Ихнатон. Так, теперь мы играем за Аннабель. Потому что я не люблю тебя. Неужели это так сложно понять? Ты всё равно будешь моей прекрасной Аннабель. Смирись. Какой же ты негодяй, Эмиртех. Да, чуть не забыл тебе сказать. Завтра я разделаюсь с твоим принцем. Ихнатон приглашён на обед, где ему подсыпят сонного зелья. А потом я лично принесу его в жертву Сету. У тебя ничего не выйдет. Ихнатон не попадётся в твою ловушку. Мне нравится, когда ты зли. Отпусти меня, Эмиртех. Конечно, Аннабель. Сразу после нашей свадьбы. А пока посиди здесь, в гареме старого фараона. И прошу тебя, не плачь, а то твои прекрасные глаза покраснеют. Я скоро заберу тебя отсюда, моя Аннабель. Давай, проваливай. Наверное, надо было просто... Да, да. Нажимаем на дверь. Дверь закрыта. Как же мне её открыть? Вот... Дверь закрыла на щеколку. Мне нужно какое-то приспособление, чтобы её открыть. Ага. В общем... Мне кажется, что немного странно, что мы были какой-то женщиной, а теперь мы стали Аннабель, если я всё правильно понимаю. Хотя, может, мы просто словили какой-то дикий флэшбэк, и теперь думаем, что мы видим воспоминания. Занавеска висит на верёвке, а она там мне и нужна. Так, прекрасно. У нас всё есть? Ну, я так понимаю, всё. Нужно найти что-то, что поможет мне открыть дверь. Копьё! Это то, что нужно? Отличное устройство собрано, теперь попробуем открыть им дверь. Так. Эта игра... Вход преграждает спящий охранник. Если я попытаюсь пройти, он проснётся. Нужно его как-то устранить. Может, напугать? Но как? Какой яркий свет. Когда-то я слышала, что египетские жрецы пугали простых людей игрой света и тени. Может, мне стоит попробовать? Надо найти что-то, чего боятся местные жители. Хочу сказать, что в детстве меня эта игра почему-то очень сильно напрягала. Не знаю, почему она меня как-то доставляла, что... Ой, блин, сейчас поймают, сейчас меня поймают. Надо прятаться, делать быстрее, быстрее, быстрее. Ну, как-то странно. Жутковатый персонаж. То, что мне нужно. Не успела прочитать. Ладно. На самом деле, я взяла ключ, который просто так валяется здесь. Да. Конечно, я некоторые вещи помню, но я уверена, что это не помешает нам играть в игру. Так как, знаете, ребёнок воспринимает всё-таки мир совсем по-другому. И для меня сейчас тут совершенно другой сюжет. И я играла, типа, вот, надо сбежать из комнаты. А сейчас я играю и понимаю. Вот, её поймали для того, чтобы выдать замуж, для того, чтобы получить за неё земли. Тут прям целый хитрый план, о котором я... Ну, не догадывалась, что такое. Так. Возьмём подсказку, чтобы не тупить долго. А. Не, ну это я бы долго искала. По идее, готово. Так. Всё собрано. Посмотрим, что будет с охранником, когда он это увидит. Мне напоминает её наряд, вот этот белый облегающий. Он ещё с такого ракурса на штаны похож. Как же его звали? Блин, кудрявый, по-моему, с чёрной шевелюрой. Шевелюрой. Да, выдала. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чём я. Ты явился покарать меня за то, что я недостаточно часто совершаю подношение к твоему алтарю. О, похоже, сердечко не выдержало. Ну-ну. О, тут мы же в гаремию. Я совсем забыла. Поболтаю с местными, мадам. Приветствую тебя, Набыль. Ты такая красивая сегодня. Я слышала, что ты нагрубила всему будущему жрецу. Папа, чё-то я стрёмная, но вот чё-то случилось. Чё там с жрецом? А, ну ты просто меня унижаешь. Спасибо. Приветствую, Анабей. Здравствуй. Ты не знаешь, как открыть вон ту калитку? Ты что, хочешь сбежать отсюда? Ну. Я бы на твоём месте сделала то же самое и как можно скорее. Но ключей у меня нет. Все ключи у Иси, но она вряд ли тебе чем-то поможет. Почему? Она плачет. Бедняжка растеряла свои любимые бусы. Иси. Вот ты где, Иси. Ну, я так понимаю, для какой-то Иси мы будем собирать эти бусинки. А, у тебя у нас флейта. Значит, рано или поздно мы должны будем отобрать у тебя флейту. По всему замку валяются какие-то ключи. Зачем попробовать чисто, ну, от калиточки. Бусы собраны, надо отдать их Иси. Вообще прикольное имя. Иси, Иси. Миленькая. О, мои бусы.